В Греции что-то я сомневаюсь с теми ошибками, которые гречанки допустили. Слаби и у них это упражнение, конечно. Но ничего. Американская команда выходит на ковер с обручами. Ты знаешь, вот отрадная тенденция в том, что вот как отрезало. Тьфу-тьфу-тьфу. Летали-летали эти обручи, катались-катались за ковер и вдруг вот перестали. Всё зависит от гимнасток в первую очередь. Бросать эти обручи ещё двум, командам американской и канадской в нынешнем потоке. Вот мы и посмотрим. Такая задумка. Эстакада. Скатили по ней. Четыре обруча. Четыре обруча. И все их петули обратно. Идеально. Два раза просто сделаем. КОНЕЦ 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 Видите, может быть, обращаете внимание на заднем плане запасной американской команды. Она совершает, по-моему, больше движений, чем те, кто на ковре. Переживая. То есть у этой девушки перспектива стать тренером ноль. Потому что с таким живым и подвижным характером это очень тяжело. Всегда больше переживаешь, стоя за площадкой. Ай-яй-яй. А вот это здорово было. Два обруча, обручечки. Одной гимнастки. Ну да. Обращая их. Штирлиц знал, что запоминается первая и последняя фраза. Они очень лихо начали и не менее лихо закончили упражнение. Составлено оно в этом смысле тактически грамотно. Правильно, да. Поставить хорошую точку. Мария Геогова, трехкратная абсолютная чемпионка мира. Вот она ни жестом, ни мимикой себе не позволила выразить никакого недовольства. Но ручка в пальцах. У нее просто вот как пропеллер летает. Я понимаю Геогову, как и все вы. Это было...